Майчайна Майчайна Итак, первое. Насколько престижно обучение в Китае? На самом деле, Китай на данный момент является четвертой в списке рейтинга страной мира по количеству иностранных студентов. Обучение в Китае очень престижно. И с каждым годом становится все престижнее и престижнее. Второй вопрос. Какие перспективы трудоустройства ждут моего ребенка по возвращению в Казахстан? Ну или в Россию, смотря откуда ребенок. Ответ следующий. Если речь идет о трудоустройстве в родной стране, откуда ребенок, собственно, уехал, то на данный момент, например, я возьму Казахстан. В Казахстане все больше и больше китайских компаний, на самом деле, и очень большой спрос на китайских специалистов. Поэтому проблем не будет. Что же дело касается трудоустройства в западных странах, например, Европы или США, то там дела обстоят еще лучше. Почему? Потому что им очень тяжело дается китайский язык, и они с радостью очень брать именно иностранных специалистов, которые будут помогать им улучшать свой бизнес. Интересуют вопросы безопасности, питания, проживания ученика в Китае. Очень часто спрашивают. Ну, смотрите, когда мы отправляем ребенка в Китай, то мы берем на себя полностью весь спектр услуг по отправке, и туда будет входить также встреча ученика в аэропорту Китая. Это наш представитель будет стоять с табличкой MyChina. Встречит его, привезет до кампуса, поможет ему разместиться. Также они обменяются контактами, и в случае чего ученик сможет на протяжении всего учебного года без проблем звонить к нашему представителю и задавать любые вопросы. Вот. А также, это я сейчас про вопрос безопасности. Все города, куда мы отправляем, они очень-очень безопасны. Например, это может быть Пекин, Шанхай, Буанчжоу, либо другие тихие города. И также ребята будут проживать в кампусах. Кампус — это закрытая территория, куда, в принципе, посторонний вход запрещен. Поэтому это тоже очень безопасно. Что же это, если университет? А если школа китайская, школа-интернат, то там еще более такой режим, режим недопуска посторонних людей. Это полностью школа-интернат закрытого типа, где не только посторонние не могут заходить, но и сами ученики не могут самовольно покидать школу. То есть в этом плане вы тоже можете быть спокойны. Что же дело касается питания, то это могут быть столовые внутри кампуса, либо в школе, либо в университете, либо же близлежащие кафе-рестораны. С этим тоже дела обстоят очень хорошо. Ну, давайте перейдем теперь конкретно к обучению после 11 класса. Бакалавра на китайском языке. Очень часто спрашивают, какие требования для поступления. Требования два. Первое – это аттестат о среднем образовании. И второе – это HSK. HSK – это экзамен, определяющий уровень китайского языка. Это аналог TOEFL или IELTS в английском языке. Всего шесть уровней. Для того, чтобы поступить на бакалавр, в среднем требуется четвертый HSK. Реально ли до отъезда в Китай набрать HSK и сразу же поступать на специальность? На самом деле это очень реально. У нас в центре для этого существует программа Foundation, где ребята, обучаясь либо у нас в центре, либо обучаясь на наших онлайн-программах, если вдруг ребята не с Алматы, они могут, закончив эту программу, поступать сразу на бакалавр. Они раз – экономят деньги, два – экономят время. Далее – стоимость обучения на языковых курсах или на бакалавре. На самом деле, если речь идет о бакалавре на китайском языке, то обучение на языке и обучение на бакалавре, стоимость их примерно одинаковая, в среднем составляет 1200 долларов. Стоимость проживания – 800 долларов в среднем. Я сейчас все цены называю за семестр. В одном учебном году – два семестра. Почему я называю цены за семестр? Потому что вам не придется платить сразу за год. Вы можете платить по семестрам. Ну, соответственно, цена за семестр везде идет. Итак, стоимость обучения на языке, на языковых курсах и на бакалавре в среднем за семестр 1200 долларов. Проживание за семестр 800 долларов. И стоимость питания в среднем за один месяц, так как вы будете платить помесячно, это 300 долларов составляет. Итак, получается, за семестр вам нужно будет сделать единоразовый платеж за обучение и за проживание – это 2000 долларов в сумме. И ежемесячно отсылать своему ребенку по 300 долларов на карточку. Вот, собственно, так дела обстоят по бакалавру. И спрашивают, есть ли гранты на обучение в Китае именно для бакалавра, для языковых курсов и как их получить. Ну, на самом деле, гранты есть. Компания «Майчай» является единственным в Казахстане официальным представителем грантов, проектом грантов университета «Шандуйский политический университет», который выделяет именно гранты на языковые курсы и скидки на бакалавра на китайском языке при дальнейшем поступлении. То есть, как получить? На самом деле, их несложно. Главное, иметь правильный пакет документов. Пакет документов состоит из… Первое – это iVash-antistat. Второе – это регистрационная форма и резюме. Возможно, еще какие-то документы мы вас спросим заполнить. Но вот это три основных. В какие города вы советуете лучше всего поступать? Я рекомендую поступать, на самом деле, в восточные города Китая, потому что они более развитые, более развитая инфраструктура. И, на самом деле, вы едете учиться, но также не забывайте, что если вы будете комфортно при этом себя чувствовать в городе, комфортно проживать, то это очень положительно скажется на вашей учебе. Поэтому я против каких-то таких спартанских решений. Поэтому выбирайте восточные города, где очень-очень развитая инфраструктура и все остальное. Вот. Это я ответил на вопросы по бакалавру на китайском языке. Теперь то же самое обучение после 11 класса, но бакалавр на английском языке. Требования для поступления тоже самое. Единственное, кроме заместа HSK, требуется IELTS. Тоже аттестат и IELTS. IELTS минимум требуется пятерка. Стоимость обучения в среднем 2200 долларов за семестр. Если к нему... А проживание то же самое. Если прибавить, то за семестр проживание с обучением будет составлять 3000 долларов. Питание также отдельно, 300 долларов в месяц выплатить ежемесячно. Так. Все. Теперь мы закрыли полностью тему обучения после 11 класса. И давайте перейдем к обучениям в школах китайских. Итак. Очень часто спрашивают, какие требования для поступления в китайские школы. На самом деле требование только одно. Это наличие аттестата. Но тут очень важно именно подобрать правильно школу. Потому что, как вы знаете, в школу вы можете поехать, как и после, там, даже, может быть, первого класса, можете после третьего, можете... Ну, до девятого класса. После девятого класса тоже можете, но после десятого класса уже не можете. Соответственно, есть школы, которые принимают после, там, допустим, с первого по девятый класс везде все принимают. Есть школы, которые принимают только после девятого класса. Соответственно, вам нужно по тому, какой у вас возраст, в какой класс вы заканчиваете, подобрать школу. Это первое. И второе, школы принимают, есть школы, которые принимают только с аттестатом средний балл, где, допустим, 3 и выше, есть школы, которые принимают с аттестатом, где только 4 и выше, есть, где только отличников принимают. Поэтому это тоже очень важный момент, который нужно учитывать при подборе школ. Далее, стоимость обучения в школах, проживания, питания. На самом деле, вот в отличие от университета, в школе за питание нужно, необходимо платить за семестр сразу, почему? Потому что они питаются в школе, при школьных столовых, то есть у них как бы нет здесь особого выбора, пойти куда-то и за пределы школы кушать. Поэтому я вывел общую цену обучения, проживания, питания полностью за один семестр. В среднем это составляет 5000 долларов на данный момент. Есть школы, где можно найти цену подешевле, есть где подороже, но вот это вот средняя цена. Включаю сейчас все за семестр. Итак, идем дальше. Это мы закрыли вопрос школы, теперь говорим о магистратуре. Ребята, кто после бакалавра планирует поехать на магистратуру на китайском языке. А чуть ниже мы будем говорить на английском языке. Вот на китайском языке требования также два. Это первое, это диплом о высшем образовании, то есть бакалавр и ваш HSK. Смотрите, получается, HSK, если на бакалавр на китайском языке он требовался 4, и этого достаточно, то на магистратуру требуется обычно 5 HSK. Напомню, всего их 6. То есть это очень хорошее владение китайским языком должно быть у вас. Поэтому обычно, если бакалавр заканчивали вы в своих странах, то есть не в Китае, то обычно мы советуем либо проходить программу Foundation, либо же поехать на языковые курсы или посовместить, и после достижения 5 уровня вы уже можете поступать на магистратуру. То есть обычно это может быть какая-то подголубка здесь, под языковые курсы в Китай и поступление на магистратуру. По стоимости в среднем составляет обучение 1400 долларов за семестр, прибавим туда проживание, все то же самое, проживание не меняется в принципе от программ, как вы заметили, потому что все ребята живут в одном общевитии для иностранных студентов, то это 2200 за семестр, ну и плюс питание. Очень часто спрашивают про гранты на магистратуру на китайском языке. Ответ положительный, почему? Потому что грантов именно на магистратуру на китайском языке, их в правительственном Китае выделяется очень много, и мы с радостью будем вам помогать именно в поступлении на гранты. Далее, магистратура на английском языке, требования те же самые, это получается ваш диплом в бакалавре, но единственное, за мистические требуется уже IELTS. IELTS требуется, по-моему, если я не ошибаюсь, это 5,5 и выше. Ну и чем выше ваш IELTS, тем лучше. Стоимость на магистратуру на английском языке составляет в среднем 1600 долларов, чуть дороже получается, чем на китайском языке. В сумме прибавим 800 за проживание, получится 2400 за семестр. Гранты, ну по грантам здесь не так, конечно, много, как на магистратуре на китайском языке, но тем не менее тоже они есть, если хорошо их поискать. В принципе, это вся информация, которую я хотел с вами поделиться на сегодня. Я очень-очень надеюсь, что она была для вас полезной. Если вдруг у вас какие-то появятся вопросы, либо аппаратные консультации, то без проблем обращайтесь, пишите к нам на почту, звоните к нам, и мы обязательно с радостью вам поможем. Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok